Святые эмоции будут иметься в виду свет второй оболочки. Опять же, вы помните, что это не яркий цвет, а это красный. Цвет озабоченности физическим здоровьем. Озабоченность физическим здоровьем, причём как своим, так и чужим. То есть хороший лекарь светится красным цветом в момент, когда он принимает человека. Человек вышел от него, он уже перестал светиться красным, он светится совершенно по-другому. То есть цвет постоянно меняется. Цвет очень зависит от настроения. Он не фиксирован. Прям когда вы приходите, не знаю, есть у вас, нет аппараты, которые меряют ауру, фотографируют. И вам там начинают рассказывать, что вы светитесь зелёным цветом, вы светитесь жёлтым цветом. Вы должны понимать, что цвет не постоянен. Человек, который светится постоянно в одном и том же цвете, это патология. Это какое-то психическое расстройство. Ну не может человек постановить в одном и том же настроении. И это только озабоченность физическим здоровьем? Озабоченность физическим здоровьем, в процессе занятия спортом, внимание к телу. То есть повышенное внимание к физическому телу, своему или чужому, в том числе. Там ещё включаются. Если во время секса партнерша будет светиться красным светом, значит она тебя не любит, значит ей это не особо приятно. Значит это чисто физика. Поэтому там немножко всё. То есть внимание к телу. Алы. Разница между красным и алым. Знаете? Алы ближе к розовой цвет. Крем. Красный. Алы. Голубое безадресное сексуальное влечение. Голубое безадресное сексуальное влечение. Почему это как у мужчин, так не значит? Я обычно в Одессе направляю всех на Дерипасовскую посмотреть на моряков, которые только пришли в море. Либо у нас там очень много разных лиц нетрадиционной национальности. Ориентация? Национальности, да? Ну, кавказцы, арабы и прочее. Вот. И они все в постоянном состоянии перманентном. То есть они, если выходят в свет, то они обязательно светятся так. Они выходят только для этого. Здесь. Малиновый, оранжевый. Малиновый, оранжево-красный. Малиновый, оранжево-красный. Цвета могут сочетаться. То есть, поначалу вы видите либо белый, либо светло-серый. Когда вы начинаете видеть оттенки, когда вы начинаете видеть свет наконец-то, вы понимаете, что он не однотонный. Он похож чем-то на радугу, которая складывается из двух цветов. То есть, к примеру, ближе к телу в оранжевый, переходящий в малиновый. Либо наоборот. Оранжево-красный. 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 Малиновый. Оранжево-красный. Оранжево-красный. Влечение конкретному лицу. Сексуальное влечение конкретному лицу. Это интересно в больших компаниях наблюдать. Вот смешанная компания. Много людей. Все уже так давно друг с другом общались. И вдруг у людей начинают другие цвета, раскапивая. Вдруг между другом. Оранжево-красный. Оранжевый. Цвет творчества. 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 с другими цветами, то есть на что направлено творчество. Сюда же истома, и эмоциональное отомление, истома и эмоциональное отомление. Истома, знаете, что такое? Это, если вы, к примеру, занимались физическим трудом, устали, пришли домой, наконец-то добрались до кровати, и вот еще не спите, это вот наше первое впечатление, когда вы наконец-то мужите отдали. Либо истома часто возникает после хорошей тренировки у спортсменов. Ну а эмоциональное отомление, это когда вы на вокзале ждете поезд, к примеру, который должен прийти через 15 минут, вы смотрите на часы каждую секунду, и вам кажется, что прошла вечность. По этим цветам могут улавливать людей на вокзале цыганин. Вообще, цыган, видящих стало намного меньше, чем было раньше. Я видел видящую цыганку, которая… как они работают? Старая стоит где-то вдалеке и наблюдает. И только направляет молодых. К тому иди, к тому не иди. Вот он готов. И вот только направляет. Вот. Поэтому человек, который находится в таком состоянии, его легко перевести в какое-нибудь другое. Его можно погрузить чуть глубже. Он станет просто прозрачным, и с ним можно уже уйдет все, что захочет. То есть человек, который в этом состоянии. Желтый. Ну, не желтый. А что? Цвет желания. То есть он что-то хочет. Опять же, в зависимости с сочетанием другими цветами можно понять, чего он хочет. Желтый. Когда начнете смотреть деревья, смотреть растения, если большинство деревьев начинают светить за желтым цветом, значит скоро пойдет дождь. И, к примеру, поливать растения тоже желательно, когда они только начали светиться желтым. Раньше вы их заливаете. Позже, когда они уже ярко светятся, вы их, получается, не дополиваете. Следующий. Желтый-оранжевый. Сочетание желтого и оранжевого. Желтый-оранжевый. 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 Желто-золотистый, очень редкий цвет, очень редкий цвет. Желто-золотистый, это цвет благополучия и самодостаточности, благополучия и самодостаточность. Это человек, у которого есть всё, что он хочет, и он полностью устраивает должность. Человек, который лишён любых желаний. Кроме того, когда начнёте просматривать здания религиозные, церкви, мечети, что вам на глаза попадётся, вы заметите, что многие религиозные здания, принадлежащие одной и той же системе, будут светиться в похожих цветах. Есть преобладающие цвета внутри эгрегора. Ну вот, к примеру, желто-золотистый — это цвет как раз ближе всего к буддизму. То есть это преобладающий цвет для буддического эгрегора. Следующее. Следующее. Зелёный. Зелёный. Цвет объединения. Желание объединить. Сюда может подойти цвет дружеских отношений. То есть когда люди встречаются, и они друг другу хорошо относятся. Когда люди хотят научить других. То есть цвет учителя. Ну и из религиозных эгрегоров, думаю, понятно, что есть ислам. Кроме того, у них ещё есть такая символика. Стрелочка назад. Стрелочка назад, если отменить хочешь. Ага. Первый раз нажми. Теперь будет так. Полумесяц, да? Какой это полумесяц? Без звезды. Растущий, да? Растущий. Да. В правопаре тоже есть полумесяц. Он там немножко разбивает. Растущий полумесяц, он символизирует то, что ислам, как луна, рано или поздно должен захватить весь мир. Он будет расти, расти. И он станет всемирной религией. Вот. Ну отсюда же там и всякие зелёные цвета преобладающие. Ну, не знаю, на счёт этого слишком патетичных. Следующий. Голубой. 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 Цвет альтруистической. Альтруистической, платонической любви. альтруистическое и ботаническое любви. Любовь ко всему живому без конкретной привязки. Любовь к человеку не за что-то, а просто. Но здесь такие есть обратная сторона. То есть, любовь ко всему живому, да, но без конкретной привязки. Поэтому с этим светом можно ходить в крестовые походы, то есть воевать за мир во всем мире, в принципе, звучит, да. Можно уничтожать всех плохих для того, чтобы выжить человека хорошего. В общем-то, своя обратная сторона. Ну и кроме того, этот свет, который искусственно в основном на территории бывшего СНГ связали с лицами нетрадиционной ориентации. Решаем, связали. Не знаю, насколько это специально получилось, не специально получилось. В 90-х годах был такой, в начале 90-х фильм «Полицейская академия». Понимаете? В этом фильме «Полицейская академия» был бар «Голубая острица». После чего пошла ассоциация. И в основном только на артик территории. При этом, ну, кто английский знает. Бар назывался «Блуклаб». Как это переводится? «Синя-клуб». А? «Блуклаб»? «Синя-клуб»? «Блуклаб». А, «Клаб». «Печальная устрица». «Печальная устрица». «Печальная устрица». За счет дословного перевода получилась «Голубая устрица». А потом, за счет связываний, получилось так, что этот свет стал созревать. Хотя до этого всегда пиронки для мальчика были голубого цвета, пиронки для девочек были розового цвета. Комната для мальчика будет преобладающая в голубых цветах, для девочки — розового цвета. Сражаемое искусство, ну, может, кому-то было надо. Может, кто-то специально. Теперь у них свет. Теперь у них все цвета. Теперь у них свет. Единственные цветные. Следующий — розовый. Розовый. Цвет семейных отношений. Цвет материнской или сестринской любви. Оранжево-голубой. Оранжево-голубой. Цвет гуманитарного творчества. Цвет гуманитарного творчества. То есть художники, писатели, поэты, музыканты и так далее. В процессе, в момент, когда они творят. Света сатаки и цепи. Цвета синий. Цвета синий. Смотри, у тебя, это вот бутылка стоит, там колпачок, а сама бутылка? Голубая. Нет, цепа синяя. Цепа синяя. Сама бутылка. Да, бутылка именно бутылка. Ну вот чуть ниже, под колпачком, вокруг, там уже с темной светлой. Сама бутылка, она не голубая, она сверта синяя. Техническое творчество. Творчество на грани божественных. Это когда человек творит не для себя, когда он создаёт что-то новое, не задумываясь о том, что я вот сейчас придумаю фон и стану миллиардером. То есть он творит просто для того, чтобы творить. Ну, кроме того, есть такой момент, что любая идея, время которое пришло, она так или иначе появится. Либо в одной голове, либо в другой голове, она так или иначе появится. И так было в истории уже очень много раз. Например, радио. Кто из этого был радио? На Западе считают, что Эдисон, по-моему, да? Эдисон и Викторович. А, ну, у них Эдисон много чего-то писали. А... У нас Попов. У нас Попов, да. На самом деле, скорее всего, они забрели ему приблизительно в одно и то же время. То есть идея пришла сразу же в две головы. Идея приходит... Возможно, был ещё и третий, четвёртый этап. Но о них просто уже никто не знал. Вот. То есть время идеи пришло, она оплатилась. Не через одного, так через другого. Поэтому имеется в виду, что творчество на грани Божественного. Следующий. Тёмно-синий. 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 Фанатизм, одержимость, маниакально-депрессивный синдром. Фанатизм, одержимость, маниакально-депрессивный синдром. В общем, фанатике любого толка. Не имеет значения. Это будет фанатик религиозный. Это будет фанатик, болеющий за какой-то футбольный клуб. Фанатик политический. Не имеет значения. Человек, когда он в состоянии своего фанатического вража, он будет в такой свете замкнутся. Следующий. Фиолетовый. 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 То есть, если вы замрели в церковь и видите, что священник светится в жёлто-оранжевом цвете, значит, перед вами пол. Если вы видите, что священник светится в фиолетовом цвете, то значит, перед вами батюшка. Но это касается любой фиолетики. Светло-серый. 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 Озабоченность. Озабоченность. Но это не та, которая алой. А это пребывание, как сказать, когда у человека включена, так называемая, словомешалка в голове, когда у него много мыслей, много дум, и вот он у него это вот всё перемешивается, там что-то всплывает, что-то опускается. Останавливается в этом процессе. Сейчас очень много техник, практик направленных на то, чтобы остановить внутренний диалог. Сейчас уже правильно начали называть. Либо остановить мысли. Остановить мыслительный процесс на самом деле невозможно. Ну, как изначально говорил, что остановить мыслительный процесс можно только по левому. Самый верный способ. Останавливается именно внутренний диалог, внутренний монолог. Вот его, возможно, остановить, а мыслительный процесс остановить нельзя. Внутренний монолог — это когда мы проговариваем, что не проговариваем. Это относится к думе. То, что вы мыслите, то есть когда вы воспринимаете образы, это относится к мысли. Тёмно-серый. Нерешительность — раздвоенность. Раздвоенность. Нерешительность — раздвоенность. А это, знаете, как у Чехова. Ах, какое чудесное. То ли замуж выйти, то ли с места просится. Это человек, который бывает в таком состоянии. Не знает, куда бежать и что ему делать. Следующий — коричневый и оттенки коричневые. Коричневый. Пессимизм. Пессимизм. Нигилизм. Нигилизм. Это же логично. Оно всё логично. Ну и всё это и так знаете. Более того, мы это знаем, мы это сознательно умеем. Поэтому даже в рекламе это могут использовать. То есть, хочешь, чтобы твою продукцию замечали, сделай её красным или алого цвета её заметят. Потому что этот пример будет принести и уйдёт из-за. Будет две девушки, близнецы стоять. Одна будет стоять в чёрном платье, вторая будет стоять в красном. Мужчины сначала увидят ту, которая будет стоять в красном платье. Потом ту, которая в чёрном. Коричневым даже не заметит. Ну, коричневый как-то вертся. Субтитры сделал DimaTorzok